здравствуйте друзья понедельник новая неделя начинается и я с утра еду на работу вообще понедельник у меня как бы технически считается выходной день но тут надо во-первых выйти на замену тест назначен там человек приболел поэтому я буду проводить тест с одной стороны с другой стороны вечером я должен с ребятами которые в онлайн классе он закончился онлайн класс но мы должны перекинуться по части того как они там работу ищут поэтому по понедельникам и так вот это уже не должно быть час как обычный урок идет насколько нужно столько нужно мы там поговорим о том как идет поиск работы для тех кто интересуется в процессе и самое главное что я наконец получил практически полностью все главки моего кирпича так сказать по части истории нашей адаптации вот она пролинкована под видео в описании к видео там есть ссылка на форум и вот эта форумная версия она висит и там уже так хорошо за миллион просмотров но мы так вот долго собирались пыхтели но в общем решили сделать из нее книжечку такую полиграфический изданную поэтому сейчас могут над текстом закончим работать у меня осталось несколько главок и я надеюсь что если не не за весь день сегодня то может быть за пару-тройку дней я все-таки и добью эту книжку и у нас будет уже готовый текст после чего надо будет наверное его там проиллюстрировать и может быть может быть еще какую-то работу произвести я не знаю я не специалист в общем идет к тому что у нас книжечка будет так что это вот у меня такой фокус вот вот на сегодня с книжечкой поработать кроме того с утра я записал интервью с таней генерал таня генерал у нее свой есть канал на ютюбе она очень интересная женщина и мы с ней записали разговор сегодня таня у нас училась пару лет назад и приехала совсем там как-то некий я даже не скажу что вот не столько без языка сколько без разговорного такого знаете то есть она понимала вот на занятиях но сказать не могла и вот она рассказывает там свою историю как у нее чё получилось пока я с вами вот сейчас еду записываю этот сюжет у меня на домашнем компьютере там происходит рендеринг такой процесс когда на выходе будет файл видеофайл получен но там достаточно долгий процесс поэтому я вот поехал из дома уже жене там сделаю звоночек и проинструктирую как и что она привычная она мне постоянно видео подгружает когда я дома оставляю какой-то процесс запущен у нас тандем по этой части проверены ну что еще сказать жарко сегодня вот последний наверное месяц или почти месяц у нас было намного прохладнее чем обычно могу сказать так даже иной раз тут озябнешь там на так в общем необычно очень необычные все-таки июнь же месяц у нас лето достаточно жарко все-таки даже тропики но было прохладненько было прохладненько и в субботу с утра мы поехали в санта-круз так обычно мы с вечера в пятницу а тут вот в субботу поехали и очень интересный был процесс мы едем вот солнечно потом там подъезжаем уже к санта-круз к океану и вдруг стали тучки и потом мы выходим из машины и такая знаете я не скажу моросяка но как-то вот высаживается на кожу вот влажно влага так чувствуется вот в общем так и микроскопического такого вот размера то есть его глазом не видать но ты чувствуешь так что там намного прохладнее у нас сегодня обещали 35 градусов по цельсию светлана мне говорит машину сядешь там кондиционер включи вот у нас тут кондиционер так все хорошо вот так что еще постричься надо сходить раз выходной туда удобно пойти постричься у нас напротив школы есть парикмахерская забегают уже забегаловка там чик чик там я не помню сколько там стоит 12 долларов что-то совсем дешево но как-то мне не знаю я пробовал что-то более солидное делать но в итоге не могу разницы увидеть там за 12 долларов и там скажем за 50 даже голова те же волосы там не не знаю не не увидел надо разбираться а тут прямо напротив работы и очень удобно прибежал еще пешком прошел стоп 10 минут тоже хорошо хотя по жаре может быть не так хочется бегать у нас сотрудники сотрудницы я там у них один мужчина на всех так вот у нас сотрудницы они когда спадает как бы поток звонков там у посетителей где-нибудь они часа там в 4 между 4 и 5 вот они могут пойти там погулять часов у них есть такое там они тут так неспешно просто пройтись как-то размяться мне надо как-то наверное наладить более серьезно процесс вот этого интервьюирования в скайпе потому что сейчас вот там спрашивают как вы отбираете людей которые там на экране на сказать что пока что никак не отбираю пока что я говорю кто хочет вот у кого есть что рассказать давайте и то же самое как когда ко мне в офис люди приходят и там я говорю будем сниматься они одни говорят будем другие гайки сейчас третьи говорят в этом стесняемся или там у нас ситуация не позволяет там в силу разных причин там и тогда скрываются там от кого-то вот я тоже не не отбираю особо ну просто все люди по-своему интересны было пару раз когда я снимал в офисе и потом не вывешивал ну в силу разных причин я не знаю как то мне иногда знаете вот чувствует что-то не 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 то вот и я нужно это буквально пару раз это даже знаете что это даже я не точно сказал это не были интервью в офисе это были разговоры от встреч в аэропорту вот там встречаешь человека и он что-нибудь такое говорит и ты понимаешь что не хочешь вот это вот вывешивать потом у себя на канале вот такое было пару раз в офисе конечно полегче то есть ты видишь человека ты как бы так пару слов перебросишься и ты говоришь да это будет интересно значит когда люди обращаются с предложением того у нас на канале но либо это знакомый человек как например вот татьяна генерал то есть ты понимаешь что там есть о чем поговорить либо это чек незнакомый но он пару слов говорит вот я там page 1b я в чикаго чикаго интересно или там светл интересно то есть как бы есть географический интерес есть профессиональный интерес есть какая у него профессия семейный может быть может быть интерес связано с тем как он в америку попал или там какие трудности преодолевал но вот пока что не было никого я все жду по что и скажет вот я сейчас расскажу как тут все плохо например это никто на тебе как покажите плохо я одея одежда возьму если никто не рассказывает я же я же вообще всех спрашиваю может какие-то проблемы может какие-то недостатки получается вроде и нету я не знаю я искренне пытаюсь собрать недостатки потому что я знаю что не на недостатке гораздо больше народу собирается послушать они больше внимания вызывают потому что как бы там про достоинство много говорят про недостатки так чтобы ну как бы можно было поверить или там да как-то так отнестись серьезно очень очень мало то есть говорят про недостатки обычно таких не недоброкачественных средствах массовой информации или там какие-нибудь безымянные анонимы там от которых так припахивает там органами как бы такими спецслужбами или там вот такого плана давайте поэтому а так чтобы вот нормальный человек вот вышел очень такой адекватной и сказал бы адекватное чтобы можно было к себе применить вот как бы редко получается но вот и я пытаюсь честно мне мне самому даже интересно как там вообще тут я говорят покажите гетто покажите а у нас нету я я где же я возьму гетто то я же тоже куда же мне ехать то теперь когда был кризис финансовый значит мне тоже а покажите говорят как люди бросают дома со всеми шмотками которые там и вот бросают дома и эту женщина одной поговорил она снимает все сюжеты для снимут на тот момент это было актуально в тот момент она снимала какие сюжеты там для нтв это для каких-то таких каналов и она говорит вот я был там заказывать пойти поснимать дома которые брошены и она пошла крилтору знакомые давай поездим вот по таким домам которые брошены а нету брошен но вот у тут нету на одном был какой-то сюжет что вот американский сюжет был что в лос-анджелесе в то время там в районе лос-анджелеса вот люди просто бросали и уходили потому что ну как бы не было смысла оплатить моргич большой за дом который не стоит тех денег то есть продать бессмысленно останешься еще и должен и в общем бросали уходи нет смысла выплачивать поэтому они хотели тут такой нет тут такого это очень специфическое место давайте но все равно что вы скажете покажите нам на гавайях там как люди на лыжах катаются но не катаются люди на лыжах на гавайях поэтому здесь вот у нас нету гетто и здесь у нас нету так чтобы дома бросали вот так чтобы в цене росло есть так чтобы там сараюшки там миллионы стоило есть земля дорогая сараюшка сама ничего не стоит так что понимаете как мы ограничены в нашей способности показать ужасы империализма вот а вот эти наши skype интервью позволяют как бы расширить географию и я все бы ну расскажите ужас это уже кто-нибудь расскажет про ужасы все жду жду ну в общем друзья если вы хотите рассказать про ужасы которых вы сами живете не то что там по первому каналу рассказали а вот сами вот давайте мы вам с удовольствием предоставим аудиторию я а то знаете мне говорят что я скрываю что я там специально там как-то нет и не спится и что я там как-то через розовые очки смотрю а чё розовые то вот вы же смотрите со мной смотрите вот они эти очки вот они эти люди которых мы показываем вот они ходят вокруг я их специально не зазываю либо они в офис пришли либо они вот на skype говорят давайте поговорим мне нет отбора какого-то такого то есть я я отбираю просто по интересу и еще раз я я понимаю что когда люди как чуть негативное расскажут интереса там гораздо больше и просмотров там гораздо больше и доверия гораздо больше поэтому я-то господи с удовольствием а я не знаю кто рассказывает вот кто кто рассказывает кошмары даже не знаю я не видел такого в общем плохо с кошмарами плохо также у кого есть давайте ремонт наш подходит практически концу вот мы пока с вами тут беседуем в это время там устанавливают двери на шкафы в спальне очень красивые получились но просто сказка я не стал снимать потому что не закончены и там ребят с ними возятся устанавливают закрепляют получилось очень хорошо теперь что там еще происходит там зачищают замазывают вот те дефекты которые тот целлюлит который был на внешних стенах значит чтобы они были аккуратненькие ровненькие так далее и там еще на самом деле стена которая видна из кухни вот у нас там метров ну сколько там не знаю там метра три-четыре от кухни вот начинается стена той спальни которая пристраивается и вот эта стена которая из кухни вот сейчас там стоит мужик так зачищает ее просто вот шлифует можно сказать эту стенку там художник нарисует пейзаж поэтому мы из кухни будем видеть такой пейзаж так что все это подходит я перестал делать это слишком часто потому что не в технологическом не в познавательном смысле там ничего такого не происходит просто такая мелкая рутинка вот и как только будет что-то такое более-менее завершенное ну скажем так завершенная до того чтобы можно было показать вот я буду потихонечку показывать завершенку и сегодня у нас там друг народа много там стучат зачищают красят что-то такое происходит в общем там большое оживление которое мы давно не видели на нашей стройке ну вот к концу подходит пора бы пора бы так уже должно было закончиться месяц назад но я думаю что еще пару-тройку дней и и все будет готово так что я вам так уже пробегу покажу что получилось а я приехал на работу вот наша плаза и я своем прощаюсь говорю счастливо и до новых встреч